ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игр у нас сегодня пойдет о достаточно древнем оружии Warface. Данное оружие было введено в игру аж в 2013 году. И если память не изменяет, это второй донат у штурмовика в игре. Конечно же, это винтовка ACR. Что это такое? Многие даже не знают. И насколько она хороша? Обо всем этом вы узнаете из этого видео. Поехали! Кэп, ты чё, опух, что ли? Ты нафиг эту тварюгу домой принес? Подожди, ты же сам мне разрешил. Ты мне сказал, что в зоомагазине ты купил хомяка. Рокутагин, можно я принесу его домой? Да, так и было. Это чё, по-твоему, хомяк, что ли? Это, сука, бешеный кончеглот. Большому кораблю большая торпеда. Пап, слышишь? Ты у меня сейчас сам получишь торпеду, понял? Убирай его, нафиг. Извините, пожалуйста, просто кэп немножечко, ну, ну, это кэп. Итак, разговор у нас сегодня о штурмовой винтовке ACR. И вы знаете, загадочность этой винтовки в том, что с самого момента введения в игру она как бы не попадает в поле внимания, наверное, большинства игроков. Её ввели, люди попробовали, ну и такие, ну, ну и ладно. Практически никто не просит её апнуть, понерфить, на неё никто не жалуется, её вроде никто и не хвалит, говном вроде тоже не называет. То есть, по факту, она просто есть и есть. В чём причина такого странного положения дел? Я думаю, в этом стоит разобраться. Особой популярностью ACR не стала пользоваться прежде всего из-за своей отдачи. Да. Дело в том, что когда эту штурмовую винтовку ввели в игру и большую часть её жизни, она обладала весьма специфичной отдачей. По задумке разработчиков, отдача должна была в целом контролировать сама себя. Но выражалось это в неебической тряске и ходе прицела, и рисунка отдачи вверх-вниз, вверх-вниз, вот так вот, представляете себе? Это, по сути, гибрид штурмовой винтовки и пистолет-пулемёта. Должен сразу заметить, что её коронная версия всегда пользовалась завидной популярностью. Там идея и принцип схожи, но дело в том, что там отдача ходила по кругу, причём этот сам кружок был весьма небольшим, поэтому можно было просто бегать, целиться и сносить всё. Но даже макросники ACR особо не любили, однако потом её улучшили. Отдачу сделали нормальную, более-менее вменяемую, но только времена были такие, что у нас уже был там Энфилд, по-моему, уже и Беретту завезли, если память не изменяет. То есть, по сути, в общем-то, ACR никому особо уже была не нужна, даже в улучшенном виде. Были более современные штурмовые винтовки, более нагибные. И как-то оно всё, сука, осталось на своих местах. Слишком много воды, Рокутагин. Тебя не спрашивали, мышь грузовая. И вот тут встаёт вопрос. А может эта винтовка просто недооценённая? Давайте подумаем над этим. Взглянем на ТТХ. Урон соответствует всем нагибным стандартам, дальность, точность, всё в ажуре, и темп стрельбы на неебических высотах. Таким темпом не обладает даже ужасная, ненавидимая и любимая одновременно многими Беретта. Блин, на первый взгляд, так это вообще имба получается. И может сложиться впечатление, что с такой пушкой можно в одиночку выиграть любой опенсуб. Однако, как вы, наверное, уже догадались, глубоко вскрытых ТТХ, зарытая, ну, неплохая такая висячка. Что касается множителей, они здесь стандартные. Стандартные для старых коробочных донатных штурмовых винтовок. Они весьма неплохие. Но, скажем, сегодняшним эталонам немного не соответствует. Множитель в голову великолепный. Пятерочка, деточка, да? Руки-ноги меньше единицы. Единицей здесь не пахнет, ребята. И один из самых досадных недостатков ACR, это минимальный урон, равный 45 единицам. Сказка-ложь, да в ней намек. Твоя жизнь говна кусок. Дальность ваншота ACR примерно как у АК-103. То есть, если вы надеетесь с неё ваншотить, как с Эфен Фала или, скажем, с Энфилда, там, не знаю, за 3-9 земель снайпер получил хэдшот сразу. Не, такого не будет. С другой стороны, на своих родных штурмовых дистанциях, дистанциях инженера тоже, от сосочки в голову будут залетать великолепно. Распил в тело, конечно, не такой, ребята, как у Беретты, но, извините меня, с таким-то темпом, эта пушка вывозит даже по этой позиции очень и очень нехило. ACR, в принципе, имеет шансы против абсолютно любой штурмовой винтовки, причём современной, из коробок удачи за кредиты, да. Короче, ребят, божить реально можно. Просто надо день, два, неделю поиграть с ней, и тогда, сука, оно попрёт. И это, кстати, типичная картина. На ACR, как правило, игроки не обращают внимания вообще. Ну, когда кто-то просто по приколу на какой-то распродаже выбивает или покупает зафиксированную сумму и начинает с этой пушкой катать, то спустя день-два он ощущает весь этот сок. Эта пушка не массового пользования, она, как вы понимаете, для гурманов. Когда у тебя вроде всё есть и хочется попробовать что-то ещё, тогда с опаской ты всё-таки приобретаешь себе ACR. Вначале сомневаешься и иногда даже плюёшься, потому что что-то не заходит, а потом ты понимаешь, что, сука, ты молодец. Вот такая она, друзья, винтовка ACR. Вроде как не имбовая, а вроде может справиться в любых ситуациях и порой перестреливать самые лютые пушки Warface. С ней мясо покатать хорошо, мозголомчик поставить, да и первую лигу с ней взять особых проблем нет. Так что её малая популярность, по моему мнению, не заслужена. И она является грозным оружием до сих пор, аж с 2013 года. И кстати, если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам, конечно, таких нет, но всё же вдруг, то ставьте лайки, это по желанию, яйки чешите. Это, ребята, обязательно. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok